И докладнейше про тему Ирану поговорим с Мохаммадом Фараджиллахом, редактором инфопортала Украина по-арабски. И оскільки наш гость не говорит и не понимает украинскую, то я перейду на российскую. Здравствуйте. Добрый вечер. Россия вновь использует иранские дроны и британская разведка предполагает, что это либо новая партия, либо накопление за три недели, когда их не использовали. А как вы считаете, могла ли быть новая поставка этих дронов? Добрый вечер вам, нашим телезрителям. Я думаю, скорее всего, это накопление. Иран дал конкретный сигнал. И после того, как у Ирана стал очень сильный иранский режим уязвим, после серьезного укрепления протестов, после того, как санкции именно напортили жизнь Ирану, после того, как Иран оказался у него очень несладкое положение в Ближнем Востоке с Саудовской Аравией с соседями, и после того, как уже соседи, которые основные враги Ирана, они стали к Китаю приближаться, Иран хочет выйти из игры. Поэтому, скорее всего, это не новая партия, это те накопления, которые, скорее всего, Тегеран потребовал, после того, как признал, чтобы таки передал дроны, скорее всего, потребовал от Москвы не использовать, а теперь Москва использовала именно то, чего у нее было. Можно говорить о том, что и рассчитывать на то, что давление и вот эти санкции по отношению к Ирану, они изменят позицию? Да, но мы должны это давить до конца. Мы должны понимать следующее, что иранский режим циничен, как и кремлевский режим. И эти режимы очень похожи. Они, с одной стороны, нетрюсливые, они боятся именно провала, они боятся протестов, они боятся международных законов. И в то время, когда Иран рассчитывал получить какую-то выгоду, и Иран для себя предполагал выгоду получить от передачи этих дронов, а взамен получит и ядерную помощь от России, получит и деньги наличные, и получит несколько выгодов, но после того, как уже стало для Ирана, более чем понятно. Во-первых, уже их технологии в опасности, потому что дроны в руках ЗСУ, уже они меделем секретными с нашими союзниками в НАТО и, возможно, на Ближнем Востоке. Иран, который накапливал знания 40 лет и так тщательно берет эту технологию, страшно, когда эта технология будет утеряна. Второй момент, когда уже Евросоюз начал вводить санкции на товары двойные значения, вплоть до электроники, тогда уже попадает под санкции не просто военная отрасль Ирана, но и гражданские во всем, даже в оптике, в электронике. И этот спорт из жизни Ирана гораздо хуже. И тут Иран на этом точно не рассчитывал. И самое главное, Иран как-то, хоть каким-то образом планировал продолжать переговоры с МАГАТЭ, чтобы легализовать свою ядерную программу. А вот сейчас это не получится. И сейчас уже понял Иран, что играть в игру переда дроны ШАГ-136, которые будут типа ГИРАН-2, и это пройдет. Иран понял, это не пройдет. И теперь Иран хочет выйти, поэтому, я верю, хочет выйти. Но это не значит, что мы должны расслабиться. Нужно нажимать до конца. Украина должна понимать следующее. Режим, который диктаторский, который нам не враг, это не значит, что нам друг. Нам нужно перейти на более серьезный, именно более региональный уровень сотрудничества, именно с такими, как Саудовская Аравия и Азербайджан. Вот именно сотрудничество с такими государствами заставит Иран действительно захотеть выйти из игры, и представьте на секунду, военные маневры, украинские военные и саудовские военные там, в регионе, в Саудовской Сахаре, а вот на этом Иран, например, точно не рассчитывал. То же самое, у Ирана большие проблемы с Азербайджаном, потому что огромная часть населения Ирана, на севере Ирана, это азербайджанцы, которые, я думаю, все время будут требовать свою национальную автономию. И Азербайджан очень не доверяет своему соседу. И Азербайджан похож на нас, поскольку его часть территории оккупированы. И вот создавание такой треугольных союзников Саудовской Аравии, Украина, Азербайджан, действительно Иран тогда начинает думать и вернее принимать решение, что переходы на сторону России точно не выигрышные. И вот тогда действительно это можно. Но доверять заявление Ирана, доверять пустые слова нельзя ни в каком случае. Мохаммад, а по данным Вашингтон-Пост, Москва могла договориться с Ираном о производстве беспилотников на территории РФ. Если будет так, как считает Вашингтон-Пост, чем это может обернуться? Это, я считаю, серьезный сигнал. Я считаю, это мы должны принимать серьезно. И Иран действительно хочет выйти из игры. Но возможно тогда Россия, когда у них оставится у России никаких рычагов давления на Ирана, остаться и снабжать России дронами, Россия может потребовать выход мне передать технологию. Но мы понимаем, извините, они им не передают технологию генераторов. Международный закон гласит, что передача технологий военной тоже это ответственность. Военная технология или оружие это равносильно. Тут наши дипломаты, у них серьезная работа. Сейчас состоялся первый раунд экспертной комиссии, иранский и украинский, в котором, я думаю, мы об этом знаем очень мало информации, наши дипломаты могут до конца доработать. Если Иран будет это передавать, тогда разрыв дипотношения, тогда полностью блокады экономические, и тогда Иран, он седьмое государство в нашем списке, по покупке зерна, закручивает гайки полностью. Перейдем на стороне Запада, во всем комиссиям международных прав человека, и поднять ставку так, чтобы Иран даже не думал передавать ничего. Поэтому сигнал серьезный, я думаю, пока не передали, но это все возможно. И тут, чтобы Иран не захотел это сделать, ущерб должен быть в разы выгодой, которую Россия предлагает. Мохаммад, знаете, я слежу за теми событиями, которые уже несколько месяцев происходят в Иране, и вот эти протесты, ужасные события. Уже погибли почти тысячи протестующих. Как вы думаете, куда движется сейчас ваша страна? Сейчас, на сегодняшний день, Иран действительно эти протесты показал, они уже, скажем так, требования, которые были в первые дни революции, уже исчерпаны. Уже вопрос, никто не говорит про платок или про хиджаб. Сейчас именно люди начали в себя уверены. Люди, когда поняли, когда режим Ирана объявил о том, что распускает полиция морали, поняли, что этот режим действительно труслив и готов выступить. И сейчас люди начали требовать реформы, начали требовать вопрос по экономическим санкциям, поскольку тяжелая экономическая ситуация в Иране из-за того, что иранские подходы международной политики. Есть такой именно клан в самом корпус революции, который требует от Айатулы менять понятие вмешательства в международные государства. Поэтому протесты уже действительно вышли на уровень, как наш Майдан требует и требует именно смены режима. Но эти протесты, к огромному сожалению, до сих пор не получают должной международной поддержки. И мы понимаем, что иранский режим, которому более чем 50 и больше лет, и который имеет несколько полиций, одна из них секретная, это Пасиж, и мы две армии, это регулярная и корпус революции, действительно может подавить зверским образом эти восстания или эти требования. Поэтому, если будет оказана действительно международная поддержка, действительно тогда у них серьезный шанс, как минимум, действительно, изменение внешний вектор и изменение подхода к республике, а как максимум смена режима. И поскольку уже три группы населения этой страны, это Псестан, Блудстан и на север в Азербайджанском регионе, составляет более чем почти 50% населения Ирана. То есть, титульная нация в Иране и Персии не является большинством, а лишь половина курдии, арабии и азербайджанцев вместе могут потребовать, как минимум, национальной автономии. То есть, по плане как... Мохаммед, к сожалению, мы очень ограничены во времени. Спасибо вам большое, что нашли время поговорить в прямом эфире. Хорошего вам вечера. Это был Мохаммед Фараджаллах, редактор информпорталу «Украина по-арабски».